Австралийские птицы Австралийские птицы стараются заработать на продаже своим иностранным туристам впечатлений от культурного и природного богатства страны. У нас это, к сожалению, очень мало используется. То есть это говорится об этом, что да, это такой ресурс. Но вот насколько вообще этот ресурс может работать и какие может быть, ну скажем, приносить доходы, вот в нашей стране пока, к сожалению, ну скажем, по большому счету никто еще не понял. Австралийцы работящий народ, поэтому, наверное, и в плане отдыха очень требовательный. Вот вся инфраструктура страны, она выстроена настолько функционально, настолько удобно, настолько комфортно для того, чтобы люди вообще могли полноценно отдохнуть и потом хорошо поработать. Парки, пляжи, рестораны, гостиницы, дороги – все это качественный бонус к роскошной австралийской природе. От гостей-туристов нет отбоя. Из каких-то таких очень функциональных вещей вот потрясающая сеть вообще информационных центров. Вот в этих информационных центрах можно получить вообще любую информацию о той территории, где ты находишься, о территориях, куда ты можешь и хочешь поехать. Например, потрясающая сеть видовых точек, локаутов. То есть это вдоль дорог, это вдоль побережья, это возле реки, это в самом глухом месте. У них есть места оборудованные для того, чтобы можно было просто посидеть, там постоять, полюбоваться окружающим видом. А теперь вопрос, где мы можем подойти к каме и увидеть эту красоту. Таких продуманных особенностей, стимулирующих людей путешествовать по стране, делая ее богаче, да и просто комфортно проживать там, в Австралии еще очень много. По итогам поездки Елена Плешкова сформировала целый ряд предложений по улучшению среды обитания. Сейчас она готовит серию практических семинаров для специалистов районных, городской и краевой администраций. Юлия Алеева, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей. Юлия Алеева, Евгений Шеленко, Телевизионная служба новостей.